Пожалуйста, 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 не стреляйте, я ничего не знаю, я ничего не видел, я просто выполнял заказ. КОНЕЦ КОНЕЦ Я очень благодарен всем, кто сюда пришел сегодня, в день рождения Илюши, чтобы насладиться его талантливыми работами, и вспомнить, каким он был светлым и жизнелюбивым человеком. Спасибо всем, прошу. Блестящий, блестящий работа. Действительно, очень талантлив. Да, был. Так много твоих портретов. В последнее время он часто меня писал. Любил. Любил. Пойдем, пойдем. А что случилось? Потом, везде. Хорошо. Продолжение следует... Иван, как ты здесь? Ты же… Умер. Умер. Прости, что я ушла тогда от тебя. Я не должна была. Мне очень жаль, что так получилось. Сначала я, потом Илья. Кто следующий? Ты не можешь изменить судьбу. Смерть в тебе. Нет. Нет. Проснись, Саша. Проснись, проснись. Ты так кричала во сне. Как хорошо, что ты меня разбудила. Аня, ты спит? Угу. Ты помнишь, что у меня выходной? Конечно. А? Чего будем делать? Давай с тобой поедем. Угу. Этого еще не хватало. Да, Лень, привет. Что-то срочное? Хорошо, сейчас приеду. Белкин звонил. Угу. Опять не могут справиться без тебя? Понятно. Ну, конечно, у меня же не последний выходной в жизни. Угу. Да. Да. А я быстро. Одна нога там, другая здесь. Да, да. Знаю я тебя. Со всеми твоими ногами. Ладно. Все, я побежала. Подожди. Ну, подожди. Ну, хоть секундочку. Хочешь, чтоб меня с работы выгнали? Я с трудом придумала, как я задержусь на час. Подожди. Вот. Твоим аппаратом еще динозавры пользовались. Пора привыкать к новым технологиям. Сереж. Это же очень дорого. Прекрати. Это ж до тебя. Давай. Давай свой древний телефон. Поменяем симку и выбросим его, наконец. Сереж, слушай, у меня там номера телефонов, заметки. Я... Давай в другой раз. Ну, сейчас, правда, нет времени. Не хочешь брать? Потому что дома надо будет как-то оправдоваться. Может, как-то уже пора прояснить там ситуацию? Везде же вот так все время. Сереж, у меня дети. Маленький ребенок. Это очень непросто. Невозможно разом взять и разорвать. Извини. Я правда пара. Подожди. Ты мне очень нужна, Вер. Я подожду. Может, хотя бы съездим куда-нибудь. Только вдвоем. Всего на несколько дней. А? Я подумал, а? Спасибо. Белкин. Вы связались с Корзухиной? Так точно, Валерий Федорович. Она обещала приехать. Хорошо. Вот. Знакомьтесь. Ваш новый начальник Юрий Дмитриевич Захаров. Давайте, вводите Юрия Дмитриевича в курс дела. Белкин. Освободи место товарищу майору. Извините. Не подведи. Все-таки добился своего Терехов. Что? А, ничего. Это я так. Себе. Сочувствуете Грекова? Понимаю. Он в своем деле профи. Но, как говорится, не возносись. Что у нас с новым делом? Найден труп мужчины без верхней одежды. Без документов. На руках следы красящего вещества. Я вызвал эксперта. Очень хорошо. Добрый день. Вы ко мне? По какому вопросу? Александра Николаевна, хорошо, что вы приехали. Мы вас как раз ждем. Это наш эксперт в сфере искусств. Я вам говорил. А Греков? Его отстранили. Ну что ж, Александра Николаевна. Да, да. Я хочу, чтобы вы сделали анализ вещества, найденного на руках и одежде убитого. Для начала я бы хотела узнать подробности дела. Не вижу необходимости. Тем более, что дело официальное в отдел еще не передали. А это что сейчас было? Александра Николаевна так не привыкла. Мы всегда вместе работали. Она практически сотрудник. В том-то и дело, что практически. А формально – нет. Ну, у Корзухина ценные специалисты, и мы много дел благодаря ей раскрыли. Я постараюсь с ней поговорить. Зачем? Ну… Найдите другого. Менее ценного, но более сговорчивого. Андрей Васильевич, этот Захаров в Корзухину послал. Так он скоро весь отдел разгонит. С Сашей я поговорю. А ты мне пока материалы делать пришли. Да мы частенько так тусим. В прошлый раз, вот, вообще по приколу было. Если б ты только знал, что Леха учили. Он такое выкинул, что… Это Митя, мой парень. Митя, познакомься, это Кирилл. Митя, Кирилл приглашает на вечеринку к нему домой. Сегодня. Пойдем? Меня тоже? Из вопросов. Конечно. Ништяково, оторемся. Я не могу, у меня дела. Какие еще дела? Я тебе говорил, мне работу искать надо. Обязательно сегодня? Ладно, ребят, без меня разберетесь. Если что, жду сегодня вечером. Доминика, я тебе адрес смс-к изброшу, окей? Ага, договор. Куда он тебя сбросит? Вы что, уже переписываетесь? Что за наезды? Обменялись телефонами, и что? А ты правда сегодня работу будешь искать? Нет. Думал заняться этим. Ок. Тогда я тоже никуда не пойду. Мы же договаривались? Кто-то звонит перед тем, как навестить Анюту? Привет. Извини, позвонить не успел. Да я, собственно, больше к тебе. А Анютка где? Спит. Ага, понял. Я только посмотрю. А по какому поводу пир? Просто так, альбинчик принесла. Угощайся. Говорят, ты уже с Захаровым познакомилась? Мерзкий тип, я даже не стала с ним разговаривать. Узнаю, Александра Николаевна. В общем так, план таков. Мы должны раскрыть это дело с огнестрелом раньше Захарова. Тогда меня восстановят. Ну, по крайней мере, я так думаю. И реабилитируют твое имя. А меня никто не отстранял. Я сама ушла. И потом, как ты собираешься раскрыть дело раньше Захарова, если у нас ничего нет? Все здесь. Ты украл материалы дела. Хорошего ты обо мне мнения. Почему сразу украл? Добыл? Я все-таки соблазнюсь. Судя по экспертизе... Судя по экспертизе, эту краску использую для изготовления отиска гравюр. А где нашли труп? Я не помню адрес. Там написано. Это промзона. А я знаю, где это. Там еще рядом мастерские, которые арендуют группу художников. Номер дома помнишь? Нет. Но знаю, у кого спросить. Звони. Можем туда вместе съездить. А... Анютку не с кем оставить, да? Да чего же? Я могу попросить Альбину? Нет, ну, если это проблема, я могу съездить один? Никакой проблемы. Если для тебя это так важно... Спасибо большое. Век не забуду. Вообще-то для тебя это тоже важно. Ну, вот хоть наставочка. Может подвезти? Нет, спасибо. Прогуляемся. Ну, ок. А насчет вечеринки подумайте. Закуска, выпивка, все свои. Ничего с тобой брать не надо. Я угощаю. Спасибо. Мы подумаем. Если что, я маякну. Лучше мяукни. А я ни о чем думать не собираюсь. Я не пойду. Ну... Бесят меня эти хипстеры. Их тусовки. Ну... Кирилл этот твой полный ноль. Пустое место. Вот если бы не его богатые родители. Вот кем бы он был. Вот и я о том же. И друзья у него такие же сто процентов. Вообще-то там и мои друзья будут тоже. И не все они пустое место. Есть клевые ребята. Вот нафиг судить обо всех, не зная каждого конкретно. А мне не надо никого знать. Мне одного ушлепка, знаешь, достаточно. Не, ну если тебе так прикольно. Давай вперед, мяукай. Угу. Что, Митя, проблемы? Артель Михайлович, здравствуйте. Привет. У меня тут все нормально. Уверен. Может, чем-то мог бы помочь? Да не. Все супер. Ну ладно. А хотя... Мне подработка нужна. Может, подскажете? Подработка? Ну, надо подумать. Дай мне время. Спасибо. Это бывшая промзона. Теперь помещение сдают в аренду. Модная раньше практика. А да, и мастерские часто арендуют в таких зданиях. Ты чего? Кровь. Похоже на ту. Точно кровь. Свежая? Ты сейчас сказал, как вампир? Наемный есть. О, можно? Здрасьте. Здрасьте. А что все-таки? Что все-таки произошло-то? Эта мастерская? Да. Спасибо. А вы работайте, работайте. Нет! Ты что? Ты не имеешь права. Вот еще. Ты что, хочешь потерять отдел? Захаров только этого и ждет. Какие предложения? Значит так, я звоню Белкину. Приезжает официальная группа. Ты исчезаешь, а дальше мы держим тебя в курсе дела. Андрей. Ты же знаешь, что Захарову нельзя знать, что ты влезал в расследование. Вер, я был в агентстве, есть очень неплохие варианты. Ты куда больше хочешь? На море или там в город посмотреть? Музей? Мне нужно конкретно и число тоже. Вер, я не давлю, я просто объясняю. Нужен твой ответ. Вер, я не прошу тебя бросать семью. Просто поехать вдвоем. Это что, проблема? Я понял. Ну и ты пойми, я тоже не железный. Ну и где твой новый начальник? Он предпочитает работать дистанционным. Из кабинета. Какой оригинал? А что здесь могу стоять? Какая-то мебель? Или прибор? Ни компьютера, ни телефона, ни записных книжек. Коляка. А ты, кстати, заметил кровь около входа? Да, я уже вызвал эксперта, они возьмут на анализ. Молодец, Белкин. А что это за огрызки? А вот эти огрызки тоже обязательно на экспертизу. Их обычно используют для отисков. Я знаю, что там стояло. Это станок для изготовления отисков. Я отправлю Захарову и Валерию Федоровичу. Давай. Пойду проверю, что там с камерами сторон. Ага. Вот ждала тебя, ждала и уснула. Тань, я Альбину ей отпустили. Спасибо тебе. Извини, что так поздно, просто возникли кое-какие обстоятельства. Ну конечно, я все так себе примерно и представлял. Нет, в этот раз дело действительно касается лично меня. Ладно, давай я сейчас чай перенесу, расскажешь. Держи. Вон. Что? Точно такую же статуэтку я нашла сегодня в мастерской убитого Маренкова. Их дарила своим ученикам довольно известный искусствовед... Шшшшш... Искусствовед. Борис Андреевич Лукьянов. Я у него училась. Ну и что? Ну, может быть, этот убитый Маренков тоже учился у Лукьянова. Ты же говоришь, он известный искусствовед. У Лукьянова учился мой первый муж Иван. Его убили. Сначала мы думали, что это самоубийство. А потом оказалось, что все не так. Иван получил заказ. И это все было как-то связано с криминалом. Ч-ч-ч-ч. Но это же было давно. Да. Давно. Вряд ли есть связь нынешнего убийства с делом Ивана. А вот и не факт. Я хочу провести экспертизу вещей в мастерской убитого Маренкова. Но и заодно встретиться... Ч-ч-ч-ч. Встретиться с Борисом Андреевичем. Мы не виделись сто лет. Мам, ты пришла. Кто проснулся? Как же я соскучилась. Как я соскучилась по тебе. Моя радость. Ты моя умничка. Молодец. Давай, мама, вытарит тебе ротик. Чтобы ты был чистенький. Андрей, ты можешь оторваться от своей работы в кои-то веки? Сядь, поешь нормально. Поговори со мной, с ребенком. Вера, у меня нет аппетита. И дел у меня никаких нет. Меня отстранили. В смысле отстранили? А сразу сказать нельзя? Ты никогда не спрашиваешь, как у меня дела. Ты только ищешь повод, чтобы поорать да поскандалить. Так, значит. Коленька. Ты знаешь, папа очень хочет тебя покормить. Пойдем попросим папу. Давай. Идем, мой сладкий. Иди скажи папе, папа хочу кушать, папа покорми меня. Давай. Давай. Мира. Мира. Это вы купили что ли? Нет, это на работе выдали. Как у вас с Милюхиным? Все хорошо? Хорошо. Я смотрю, он уже к тебе с вещичками перебрался. Ну, а что ж. Пора. А ты уверена, что на этот раз не ошиблась? Не попробуешь, не поймешь. Смелая кредо. Для почти сорокалетней женщины. О, спасибо, что напомнила про возраст. Ну-ка. Смотри. Что думаешь? Изображение, конечно, приблизительное, но… Мужчина угадывается. Да. И элементы костюма можно разглядеть. Средневековье. Думаю, немецкая школа. Ага. Конец пятнадцатого века. Или начало шестнадцатого. А зачем мы гадаем? У меня же есть прекрасный специалист по этой части. Он немецкую графику с закрытыми глазами определит. Кто такой? Максимилиан Беккер. Иностранец? Обрусевший немец. Работает с кучей музеев по всему миру. Сейчас. Привет. Ну, выкладывай. Пока не густо. Сделали экспертизу пятен на выходной двери. Это действительно кровь. Но не маринкома. Интересно. Еще одна жертва? Или это кровь убийцы? А как сейчас понять? Захаров вообще отложил это дело. Говорит, не срочно. Тут еще следопыт. А что по камерам? Запросили информацию, но надежды мало. Тут половина камер вообще не работает. Кто-то постарался? Кстати, может быть. Мне сказали пообщаться с Давыдовым. Это арендатор. Он тут снимает помещение. А Баранов прорабатывает соседи и коллег Маренкова. А я нашел сайт Маренкова. И судя по портфолио, он брался за все, что есть. Лишь бы деньги платили. Ну, судя по всему, он так себе художник. Ну, мало ли какие обстоятельства. Ну, как раз обстоятельства и нужно выяснить. Ладно, я кровью займусь, а ты дурь давлюсь. Александра. Александра, я все перепроверил. Ошибки быть не может. Восстановленная гравюра, фотографию которой вы мне присылали, входит в коллекцию «Черные вдовы». А, серия редких гравюр, которая выпустила, кажется, акция. Совершенно верно, совершенно верно. Мастерская самого Альбрехта Дюрера. Вам известно, какая странная история объединяет все эти гравюры? Нет. Жена Альбрехта Адель была более высокого происхождения, чем сам художник. А ее сестра, Кордула Румер, обожала творчество Дюрера и в 1514 году заказала ему портрет мужа. Подождите, в это время Дюрер был уже достаточно известным. Он открыл школу, набрал учеников. Точно, точно, совершенно верно, точно. И вот одному из учеников он и поручил написать портрет. Ну, естественно, сам его строго контролировал. Портрет вышел изумительный. Румер в восторге. Но через несколько месяцев ее муж умирает. Румер недолго горюет и снова выходит замуж. И что? Заказывает портрет нового мужа опять Дюреру? Точно. А он поручает это своим ученикам. История повторяется. Через пару месяцев второй муж тоже умирает. После чего вдова заводит многочисленных любовников. И все их портреты пишут ученики из Дюрера. Ну, естественно, не без его помощи. А любовники тоже? Да. Погибают все. Да. Кто от болезни, кто от несчастного случая, кто вообще исчезает. Какой кошмар. Сам-то я не рисую. Я больше по административной части. Нахожу новых художников, свожу их с галеристами. С Маренковым работали? Никогда. А чего так? Плохой художник? А дело не в этом. Он же, Игорь, неоднократно предлагал мне сотрудничество. Но я человек осторожный. Особенно в бизнесе. Я не решался. Ну, что вы имеете в виду? В свое время я по поводу Маренкова наводил справки. И... Он работал. Часто работал. Смутными схемами. Ну, знаете, подделки и все такое. Точно не скажу, сам он подделывал или нет, но фамилия его фигурировала. А я от таких держусь подальше. То есть, вы считаете, что убийство Игоря связано с его работой? По крайней мере, не удивлюсь. Он ведь и с коллегами по цеху поступал непорядочно. Заказ мог прямо из-под носа увезти. Вот, кстати. Было такое с одним на днях. Румянцевым. Есть такой копиист. А откуда вы знаете про Румянцева? Так он приходил сюда, к Маренкову. К скандалю. Они же там чуть ли не морды друг другу били. И где мне найти этого Румянцева? До нашего времени дошло семь портретов, входящих в коллекцию «Черной вдовы». Коллекция поистине уникальна. Я уверен, что копия делала именно с нее. В Россию коллекция попала в сороковые годы прошлого века, как трофей. Но в настоящее время точное местоположение ее не известно. Говорят, что со всеми, кто с ней соприкасался, происходят страшные вещи. Что-то вроде проклятия? Да, можно так сказать, проклятия. Ну, в основном это касается любовных отношений. Люди теряют возлюбленных, расстаются, умирают. Кто следующий? Ты не можешь измениться. Смерть в тебе. Александр, вы здесь куда-то пропали? Все в порядке? Максим Альян, простите, я задумалась, что вы говорили. Я хотел сказать, что ваш копиист не зря выбрал для подделывания именно эту коллекцию. Черная вдова стоит целое состояние. И если продать копию какому-нибудь мало понимающему новичку, можно выручить очень хорошие деньги. Угу. Здравствуйте, извините, а вы здесь работаете? Да, а что? Пару дней назад ничего странного не видели? В каком смысле? Ну, например, человек ранен. Ну и вопрос. Слава богу, не видела. Извините, а можно вас? Я не говорю. Да я не об этом. А что случилось? Вы не видели здесь недавно кого-нибудь травмированного, окровавленного? Может, драка какая была? Нет. Так, а что случилось? Да вот и я пытаюсь понять, что здесь случилось. У нас бывают травмы, но так что-то окровавленный. Не, не было такого. Во всяком случае, недавно. Погоди-ка, а помнишь, что нас тут бомж шатался? Он как раз-то был пару дней назад. И что? Ну как, что, весь в крови был. Вот оттуда есть следы. А куда делся этот дом? Ему ребят скорую помощь вызвали. Они еще ехать не хотели. Но мы настояли, чтобы они быстрее приехали, потому что он вообще, ну, сгибался. Ну, потом бригада приехала и забрали его. Понятно. Спасибо. Не за что. Лень, ты еще в мастерских? Больнички проверить надо. Два дня назад со стройки увезли бомжа. Был весь в крови. Понял, Андрей Васильевич. Чуть позже я сейчас еду к одному художнику, Румянцеву. А потом проверю больницу. А, засмотрелась? Ты, кстати, тоже там есть. Да, я видела. Торт обалденный в казноты. И я не забыла, что вы сладкоежка. Да нет, уже нет. За сахаром приходится следить. Старость она ведь и так не радость. А теперь и не подсластишь. Честно говоря, меня немало удивил твой визит. Давненько не виделись. Да уж. Ну и с чем пожаловала. Только не говори, что соскучилась. А почему бы нет? Ладно. Комплимент засчитан. Что еще? Борис Андреевич, я бы хотела узнать про Маренкова. А, черная вдова покоя не дает. Ну еще бы. Она многих волнует. Да, я подкинул Маренкову этот заказ. Я ведь когда-то тоже оценил эту коллекцию для одной пожилой дамы. Игнатьева Наталья Алексеевна. Вот через нее на меня и вышел новый владелец вдовы. А кто он? А вот этого я тебе не могу сказать, дорогая. Не имею права. Да он, честно говоря, и мне-то не представился. А что Маренков? А что Маренков? Талантливый парень, я тебе должен сказать. Мой бывший ученик. Ну, есть одна проблема. Его больше волнуют деньги, а не искусство. Вот, получил аванс и исчез. А я теперь сижу и дергаюсь, боюсь, что сорвет сроки. Где телефон? Был бы жив твой Иван, он бы это блестяще сделал. Лучше всяких маренковых. Талантливейший был человек. Лучший мой ученик, да. Как же я надеялся, что он справится с этим. Выскочит из этого кризиса. Да, я знаю. Вы тогда очень переживали, Борис Андреевич? Да я не просто переживал с Сашей. Ваня мне был близок духовно. Такие, как он, редко встречаются, поверь моему опыту. Для меня это огромная потеря. Трагедия. Вы считаете, что я виновата? Ну, что вы теперь уж об этом говорите. Значит, да. Да это изначально был мой заказ. Мне его предложил Борис Андреевич Лукьянов. Есть такой искусствовед. А Маренков подсуетился, надавил на Лукьянова. Маренков был у него когда-то учеником. Но я остался без заказа. А что за заказ? Редкая коллекция. Она даже вроде и не выставлялась раньше никогда. Подробности я, к сожалению, не успел узнать. Борис Андреевич называл ее кодовым словом «трофейная». Трофейная. Ну что, и больше никакой информации? Кто владелец коллекции, тоже не в курсе? Владелец Лукьянов знал давно, как я понял. Вроде даже лет пять назад он проводил оценку этой коллекции ему. Есть такая практика, когда коллекцию продают, выставляют ее копию, чтобы не повредить оригинал. И чтобы не похитили, да? Верно. Мне было очень тяжело в последнее время с ним. Мне было очень непросто, простите. Мне очень жаль, что мы с тех пор с вами больше не виделись. Ну ладно, чего уж теперь вспоминать об этом. Столько воды с тех пор утекло. А ты, ты молодец, что пришла. Зря я не сделал этого раньше. А то ведь так и помер бы, не увидев тебя снова. А этот Маренков, будь он неладен, как же он меня подвел, а? Борис Андреевич, я хотела вам сказать… Извини. Заказчик. Алло? Вы про сроки помните? Что значит «пропал»? Нас-то не волнует. Найдите ему достойную замену. Поймите, поймите, это дело не быстрое. Давайте я возьму заказ. А, хотя… Хотя подождите, у меня есть одна кандидатура. Прекрасный опытный мастер. Александра Корзухина. Мы рассмотрим ее кандидатуру. Если нас устроят, мы завтра пришлем за вашей Корзухиной машину. Подробности позже. Имейте в виду, на этот раз работа будет проходить под нашим строгим контролем. Молодец. Я сделал все, что вы хотели. Отпустите меня. Подожди. Еще не время. Ну, можно сказать, что ты получила этот заказ. Думаю, их устроит твоя кандидатура. Долго сомневаться не будут. Я вас не подведу, Борис Андреевич. И… Простите меня. Еще раз. Вы не волнуйтесь. Вы в больнице. Я медсестра. Зовут вас, как помните? Как ваша фамилия? Коллекция. Чего? Где? Не понимаю, чего. Где? Кто? Что он это… Метко стрелял. Причем… Левой рукой. Может, он легче. Скорее всего, наемник. Профессионально сработан. Есть прикид. Темная одежда. И камера около мастерской. Не случайно вырвала. Так, ладно. Завтра утром нужно выяснить, кто владелец коллекции и связаться с искусствоведом. Как его там? Лукьянов. Понял. Кто там? Борис Андреевич. Я от Александра Корзухиной. Я хотел… Ну, в общем, я оценил. Это о чем, товарищ майор? Сам знаешь. Рискуешь должностью. Сливаешь мне информацию. Давайте честно, это и в моих интересах. У меня тут Захаров поперек горла. Я хочу, чтоб вы в отдел вернулись. Подхалим. Эгоцентрик, карьерист. Я думал, это все ради меня. Ну, и вот ради этого тоже. Обожаю ваш юмор, Андрей Васильевич. А кто сказал, что я шучу? Здесь? Да. Ну, кажется, открыто. Опа. Готов. Корзухина Александра Николаевна. Да. Это вам. До свидания. Подождите. Здорово, Миша. Ну, рассказывай. Сейчас. А ты чего не здороваешься со мной? Извините, товарищ майор. Просто я не ожидал у вас тут. Проблемы будут. Причем у всех. Из-за меня проблемы? Ну, ничего страшного. Если что, устроишься охранником в офисе. Тихо, спокойно, руки в тепле. Так себе шутка. Да у меня вообще с юмором беда. Я-то, дурак, думал. Мы все свои. Если что, это мы с Белкиным труп нашли. Могли все сливки себе оставить. Но мы, ребята, честные, сообщили. Да ладно тебе, Миша. Захаров все равно сам никуда не ездит. Убили, скорее всего, ножом. Приличным таким, сантиметров 15-20. Ого. Удар был спереди, снизу. Левой рукой под правое ребро. Направлением вверх. А потом еще с проворотом. Шансов не было. Да никаких. Профи работал. Спасибо, Миша. Но Маренкова тоже был не дилетантом. Да, только Маренкова застрелили, а этого зарезали. Может, убийца не хотел шума? Можно было глушителем воспользоваться. Ну, чего просила зайти? С таким ужасом на меня смотришь, как будто у меня рога на лбу выросли. Я хотела, чтобы ты посидела с Анютой, но забрала ее из Садикова. У меня подработка нарисовалась. Ничего другого я от тебя и не ждала. Руку Ильи ни с кем не спутаешь. Талантливый был мальчик. Откуда этот портрет? Я его раньше не видела. Нашла там. У тебя. Никак не успокоишься. Я тоже часто о нем думала. Но прошлое надо отпускать, детка. Иначе не будет настоящего. Ну, Ильика, как это сделать? Ну, если, если не можешь отпустить, значит, что-то осталось неопределено, не прожито тобой. Подумай, разберись. А потом просто дай этому идти. Все, бежала. Пока. Пока. Алло. Александра Николаевна. Да. Меня зовут Алексей Игоревич. Я представляю интересы заказчика. Здравствуйте. Извините за вынужденные меры предосторожности. Да, я все понимаю. Мой заказчик очень дорожит своей коллекцией. Поэтому я прошу вас на время работы сдать все свои гаджеты и телефоны. Сдать? Куда сдать? Охраннику. Да. Не волнуйтесь. Все это будет в целости и сохранности. Поездка до места назначения займет у вас не больше сорока минут. На этом прощаюсь. А вот забрала сматируемления с полismo 35. ИНОНА. На этом прощаюсь. Я ж тут кое-что выяснил про убитого. Он был авторитетным спецом в области искусства, много лет преподавал. Это что, все? Это все, что ты выяснил? О, Белкин, я так понимаю, это вы информировали, товарища Грекова, об убийстве? Скажите, а вам известно, что третьим лицам запрещено принимать участие в расследовании? Товарищ майор… Белкин ни при чем, это я сам. Я не собираюсь играть в эти игры. Расследование поручено мне, и я прошу вас… выполнять подписание вышестоящего начальства. А вас, Греков, товарищ полковник отстранил от дела, и я требую… Вы слышите? Требую, чтоб вы не лезли со своими советами. Да, Белкин, ваш запрос о поиске неизвестного больницы я отменю. Поскольку я хорошо понимаю, откуда растут ноги. А это что за район? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кажется, я тут ни разу не была. Следуйте за мной. Пой мастери. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОН ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Спасибо. Хорошо все. Помещение может показаться жутковато, но вы не пугайтесь. Ага. Вот это и есть ваша мастерская. Здесь вы будете работать. Да-да, я вижу вас через камеру. Извините, это необходимо для безопасности. И вашей, и нашей. А, да-да, я поняла. Обратите внимание, мы подготовили для вас станок, разное оборудование. Если еще что-то потребуется, сообщите. Мы все сделаем. Хорошо. Спасибо. Рад сотрудничать с таким очаровательным художником. Вернее, художницей. А где сама коллекция? Какой. Какой замечательный образец. А замок какой. Да. Весьма необычный. Открывайте. А надо же. Вместо ключей – стилет. Стилет. С трехгранным лезвием. Сантиметров двадцать. Да. Изобретательная вещица. Удивительная. Кстати, стилеты называют оружием профессиональных убийц. Они оставляют мало крови при ранении. Что ж, жду ваших впечатлений от рисунков и гравюр. День рождения. День рождения. Да. Продолжение следует. Редактор субтитров. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не вспомнил, как его зовут? Нет. Всякую ерунду несет. Я даже повторить это не смогу. Какие-то слова отдельные, не связанные между собой. Ерунда всякая. Как только будет более-менее в сознании, надо полицию вызывать. Пусть они с ним беседуют. Может, личность установит. Вот. Вот так постоянно. Мастерская дюрера. Сто процентов. Ну, что ж. Я готова взять ваш заказ. Отлично. Напишите список необходимых для работы материалов. Аванс вы получите прямо сейчас. Спасибо. Ну, проблема, может быть, с бумагой? Нужно использовать старинную технологию того времени без современных примесей. Тогда использовалась только органик. Какие есть варианты? Мы можем использовать старую бумагу того периода. и перемолоть ее с натуральным хлопком или льном. Где ее взять? Мы можем поискать ее в бакинистических или антиквардных магазинах. Но это займет немало времени. У вашего предшественника такой проблемы не было. Как я могу отвечать за другого человека? Может быть, он хотел поскорее выполнить заказ? Хорошо. Но оригиналы прошу вас не выносить из мастерской. Ни при каких условиях. Конечно. Обещаю. Альбина Витальевна, прошу прощения. Добрый день. Не надо так волноваться, мой друг. Ну, переехал доктор, и что? Чего? А, вещички свои перевез. Ну, совет и любовь. Не мое дело. Тогда что случилось? Еще вот такая порывистость. Кое-что срочное по работе. Ах, вот как. Угу. Ну, ехала она на какую-то подработку, видя на серьезную. Раз такой шикарный автомобиль. К подъезду для нее подогнали. Какой автомобиль? Описать сможете? Описать сможет и Анюта. А я? Не зря же среди сыщиков приходится жить. Привычка у меня такая. Записывать номера подозрительных машин. Не люблю, когда стекла тонируют. Спасибо. До свидания. Да, Лень. Какого еще другого специалиста? Ясно. Сама приеду в отдел. Да. Алло. Максимилиан, здравствуйте. Это Александра. Да, мне нужно знать. Не поступал ли к ним пациент из этого района? Сам я запрос. Пока отправить не могу. Ну, ты понимаешь. Хорошо, Сань. Спасибо. Жду. Ага. О, ты дома? У меня с четырех прием сегодня. Угу. Андрей. Угу. Меня на курсы повышения квалификации посылают? Угу. В Питер? Угу. На пять дней. Может, больше. Ну, ничего. Я с Колей посижу. Все равно с работы непонятки. Да, Сань. Какая больница? Спасибо. Я твой должник. Меднусь. Проверю кое-что. Ну, как вам служебный телефон? Удобный. Привыкли к интерфейсу? Да. Не совсем. Проходите. Добрый день. Говорят, вы решили найти мне замену? Да, но ведь вы сами отказались работать. А потому что вы не захотели раскрыть мне детали дела. Давайте не будем пинать друг друга. Это бессмысленно. А если вы готовы работать, я рад. Тем более, что мне нужна ваша консультация. А вот это кто? А это Максимилиан Беккер. Простите, в каком смысле Беккер? Давно живет в России. Выдающийся специалист в области графики. Не скромничайте, не скромничайте. Садитесь. Здравствуйте. Ну что же, я буду рад, если вы оба поможете мне сдвинуть это дело вперед. Я, конечно, рад помочь, но я совершенно не осветомлен. Речь о какой консультации идет. Что за дело? Вот. Люблю конкретных людей. У нас убийство. Искусствовед Лукьянов зарезан в своей квартире. Что? Эксперты считают, что удар был нанесен трехгранным стилетом. Стилетом. В квартире покойного были обнаружены описания и фотографии отдельных фрагментов гравюр и рисунков из коллекции, которую сам Лукьянов называл трофейной. Позвольте? Да. Это... Ну да. Да, это материалы по коллекции Черной вдовы. Уникальная коллекция мастерской самого Дюрера. Извините, того самого? Того самого. А почему трофейная? А попала в Россию сразу после войны. Поразительно. Описания такие точные, развернутые. Можно подумать, автор лично изучал коллекцию. Да, эти фото были сделаны с фрагментов подлинника. Несомненно. Громкое дело. Может получиться. Какой-то перевезли. Он грязный был в крови, без сознания. В себя приходил? Ну, периодически. Всякий бред несет. А что именно говорил? Ну, какая-то черная вдова, коллекция. Ну, ерунда всякая. Понятно. Ну, вот тут в одной из книжек Лукьянов упоминает черную вдову аж пять лет назад. Он проставил даты. А вот тут снова называют коллекцию трофейной. И пометка. Шесть-восемь миллионов долларов. Представляете? Из записи Лукьянова я понял, что он делал оценку коллекции для купли-продажи. И если в этот раз повод был тот же, Получается, владелец хотел или продать, или заложить вдову. То есть, и использовал ее как финансовый инструмент? Ну, типа того. Кстати, не все банки работают с предметами искусства. Это легко выяснить. Можно составить список таких банков. А вот на этот счет у меня есть свои соображения. Я поднял счета Лукьянова. И выяснил, что в прошлом месяце он получил перевод за экспертную оценку. Заказчиком выступил КМК Инвестбанк. У этого банка много операций со строительной компанией Анчик Стройгрупп. Причем строительная компания? Ты да слушай. Один из совладельцев этой компании, Владимир Щекулаев. Известный своей страстью к искусству. Так вот, свои коллекции он не афиширует. Так, намек понял. Что делаем? Может, я сначала встречусь с представителем банка? Давайте. И вот еще что. Если Лукьянов и Маренков занимались копированием коллекции, то, возможно, Черная Вдова уже похищена. А это значит, нужно трясти перекупщиков. Черный рынок трясти нужно. Ну, об этом мы с Барановым и сами догадались. Уже пошуршали некоторые сайты, где сидят коллекционеры. Баранов уже списался с одним. Якобы тот торгует граверами из Черной Вдовы. В общем, хотим назначить с ним встречу. Хорошо, хоть предупредили. Действуйте. Вот, супу вам наварила. Иначе ты же всю семью голодом изведешь. Мама, пойдем на горку. Анюта, дай маме отдохнуть. Ей сейчас только горок не хватает. А что, Виталий приезжал? Слушай, сколько у него вещей-то? Он так до весны будет свои чемоданы таскать? Я как раз за Анютой в садик ходила. Возвращаемся, замок не открывается. У меня аж все похолодело внутри. А потом оказался, твой Милюхин в перерыве заскочил. Ты, кстати, чего на звонки не отвечала? Тебя все твои кавалеры обыскались. Звук выключен. Выключила в отделении и забыла включить. Понятно. Греков приезжал. Греков? Прискакал, то есть на взводе. Ну, я ему сказала, чтобы не волновался. Мол, увезли твою Александру на приличной машине. Все достойно. Ты что ему про машину сказала? А это что, секрет? Ты вообще где была? Только не говори снова про подработку. Кажется, я напала на след. Только я не знаю, справлюсь я сама, Александра, чтобы никаких рисков у тебя ребенок. Хочешь ее сиротой оставить? Двойне сейчас же, Грекову. Немедленно. Меня интересуют последние сделки с предметами искусства. А можно конкретнее? Ну, например, название коллекции «Черная вдова». Вам о чем-нибудь говорит? Вы знаете, у нас много клиентов, я эти все названия не запоминаю. Скажите, а есть какие-то нарушения со стороны банка? Пока не знаю. Простите, но сделки наших клиентов – это конфиденциальная информация. Если у вас будут доказательные претензии, то мы ответим на все ваши вопросы в официальной форме. Понял. Спасибо. Вы были правы. Сделкой по коллекции интересуется полиция. Надо еще раз все перепроверить. Сюрприз! С ума сошел? Ты меня заикал из туалета. Прости, не думал тебя напугать. Сереж, не надо было сюда коллеги увидеть. Я не хочу с полетельной работать. Да они все равно найдут, что обсудить. Не все равно. Ты же рассказала мужу. Я подумала, ну и в это море, а? Поедем куда поближе и сэкономим время на дороге. Пожалуйста. Муа! Слышишь, дядь, закурить не будет? Не понял, это вы... Мне? Тебе, тебе. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Плохо себя ведете? Пришлось немного покалечить вашего Эрделя. Пока он жив. А дальше все будет зависеть от вас. Если согласны продолжить работу и молчать, отправьте слово «да». Взамен получите адрес, где сейчас находится Эрдель. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Саша, нам с тобой нужно серьезно поговорить. А мне сейчас? Все. Что случилось? Что с Таней? С Турдальцем, случилось. Куда? Нам надо ехать. Куда? Объясни. В Альменьке надо позвонить. Давай я поеду. Где он? Андрей, пожалуйста, посиди с Анютой. Саш, я тебя никуда не отпущу. Я прошу тебя, умоляю. Это очень важно. Я должна поехать сама. Всем нужен опыт работы. А где я его возьму? Я что, должен с пяти лет работать? Ну и рекомендации Эрделя не помогли? Нет. Что? Опять Кирилл? Устраивает тусы и без тебя никак? Мить, ну заканчивай уже. Не нужен мне никакой Кирилл. Мы ведь договаривались с тобой. Все по-честному. Что за ревность опять? Обидно. Ладно, прости. Мить, тут такое дело, я не знаю, говорить тебе или нет, но вроде мы решили всю правду. Ну? Мне кажется, у твоих родителей проблемы. В смысле? Короче, у твоей мамы, похоже, есть другой чувак. Что за бред? С чего ты взяла? Да. Я кое-что видела. Вчера я не стала тебе говорить до того, Волода, но теперь все-таки скажу. Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но дальше так продолжаться не может я… Я не готова тереть близких из-за твоих покрутасов. Я… Мало того, что Эрдель еле живет, и ты еще и остальных подставляешь. Думаешь, дело на этом закончится? Вряд ли. Кто следующий? Греков? Милюхин? Хочешь сама стать черной вдовой? Ну, что там? Ничего хорошего. Я дал задание Белкину найти этих родов. Как только Эрдель встанет, лучше пусть напишет заявление. Ага. А… Я Анечку выпускать и готовил. Все хорошо. Спасибо. Да. По поводу Эрделя надо сделать КТ, полное обследование и желательно в другую клинику перевезти. Угу. 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 Да, Олег. Какие новости? Пока глухо. Плохо, Лень. Извините. А что по-другому ему запрос? Минивэйн выяснил? Минивэйн прокатный. Последние несколько раз его арендовали на документы некоего Клюева. Где сейчас этот Клюев, выяснить не удалось. Но известно, что он работал водителем у бизнесмена Чекулаева. И тут уже интересно. Кажется, он как-то замешан во всей этой истории с Черной вдовой. И вот еще новость. В квартире убитого Лукьянова обнаружены отпечатки Корзухиной. Они есть в базе. Ты можешь пока придержать эту информацию. Я про пальчики Корзухиной. Ну, пожалуйста, постарайся. Так, адрес Чекулаева есть у тебя? Пришли мне. Давай. Все будет хорошо же, да? Мне нужно срочно ехать. Как появится информация, сообщу. Ну, так что вас интересует? Матвей Клюев, вам хорошо знаком? Ну, настолько, насколько может быть знаком водитель бывший. Он уволился? Нет, я его сам уволил. Небольшие кадровые изменения. Так сложились обстоятельства. Строительная компания, которой я сейчас владею, в стадии ликвидации. Почему, если не секрет? Убытки? Ну, причины, скорее, личного характера. Но если вам очень интересно, то мой компаньон по бизнесу увел у меня жену. И, как вы понимаете, теперь никаких совместных дел быть не может. Ну, да. Неприятная история. Да. Я слышал, вы коллекционер, большой ценитель искусства. Я не афиширую свои увлечения. И искусством я предпочитаю наслаждаться в одиночестве. Я все-таки не понял цель вашего визита. Вам известна коллекция мастерской дюрера «Черная вдова». Какое вы к ней имеете отношение? Вы переходите к границе дозволенного, господин Греков. Я не хочу с вами это обсуждать. Но если вы очень хотите продолжить беседу, то делайте это официально в присутствии моего адвоката. О, а что это с тобой? Мне надо поговорить с Чугулаем срочно. Андрей, ты? Я. Привет, Вер. Здравствуй, сынотик. Родненький, как дела? Вер. А можно Эрделя к вам на обследование положить в клинику? А то его избили сильно на улице. Кошмар какой. Хорошо, договорюсь. У нас отличное оборудование, и все сделаем. И можно будет это, ну, как-нибудь подешевле сделать? Могу провести его по базе как родственника. Будет скидка. Где он сейчас? Углосной. Это хорошо. Там и выписку, и все по-человечески сделают. Спасибо больше. Что ты делаешь? Прячешь? Прячешь? Давай вот этот вагончик. А тебя закрой. Закрой крышечку. Андрей, извини, сейчас не могу говорить. Русан Николаевич. В следующий раз будем собирать на другой машине, или в другом месте. Либо в запасности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 За хороший процент Кто предложил? Да человек один По фамилии Виноградов Сказал, что коллекция редкая Больше ничего А кто такой этот Виноградов? Сюда снимай, его снимай Да я сам его два раза видел Ничего примечательного Ну, разве что Машина у него редкая Крутая, представительская Так, надо проверить камеру подъезда Хорошо Слушай, откуда у нас этот шкаф, а? Он здесь неделя уже стоит Серьезно? Да, мы вместе с тобой обсуждали его покупку Саша Странно Что происходит? Я видел машину, которая за тобой приезжает Что-то такого Богатый заказчик может себе позволить Где ты работаешь? На кого? Саша, это ужасно, но я пытался даже проследить за тобой Что? Ты за мной следил Значит, давай договоримся с тобой Раз и навсегда Я открою Нет, я Сама Кто там, Саша? Что это? Это от кого? От Ильи Не понял Только он дарил мне зимой такие цветы Сашенька Это невозможно Подумай сама Нет Я недавно видела его около дома Саша Саша Посмотри на меня Этого Не может быть Давай я во всем разберусь Хорошо? Я сам Во всем Разберусь Ну, вот эта машина А это он Виноградов Вон, видите Садится Как думаешь Похож на того Кто стрелял В Маренкова? Да как тут поймешь Ну, слава богу Номер есть На том спасибо Андрей Спасибо вам большое Нам очень помогли Да, не за что Альбина Витальевна Ну Свои же люди Как иначе? Я совсем не вижу Саши У нас был Не очень приятный разговор Мне кажется Это нападение На Эрделя Было не случайно В смысле? Ну, это не уличная драка Кто-то пытался Надавить на Сашу С помощью Эрделя Мне страшно Ведь могут быть И другие жертвы Я уже не говорю Про Анечку Я Альбина Витальевна С Сашей поговорю Обязательно Может, она хоть вас послушает Все в порядке Эрделя Михайлович Оформлен А, прекрасно Альбина Витальевна Вам тут нужно Кое-какие бумажки Подписать в ресепшне Да-да, конечно Наташ Займись, пожалуйста Лиза Спасибо вам большое За За оперативность Без проблем Как там У вас с поездкой Выбрали все-таки отель Не понял Я про ваш отпуск С Верой Николаевной Она все мучилась Выбирала А, ну Все в порядке Мы определились Славно О Че это он бросил Тут такую дорогую тачку Странно, да Третий труп Скоро можно будет коллекционировать Ну что там Убит выстрелом Из пистолета Как и Маренков Понимаете? Понимаю У меня хорошо с логикой Я способен Сопоставить эти два преступления Дальше Судя по характеру Входного отверстия По отсутствию брызг крови В машине По расположению тела Стреляли не здесь То есть убили в другом месте А потом запихнули тело в машину Да Что еще? Никаких личных вещей В машине не обнаружено Значит нужно обускать квартиру И узнать на кого он работал Есть Работай Вы знаете Я почему-то не удивлена Что им уже полиция интересуется Вы про мужа? Бывшего мужа А с чего вы взяли Что я о нем пришел поговорить? А с какой стати Вы решили бы со мной встретиться Чакулаев на что угодно готов пойти Лишь бы меня без штанов оставить Мне кажется Он даже может Преступление совершить А это правда Что вы Ушли от мужа К его партнеру по бизнесу? А что в этом такого? То ли очень честный Очень порядочный человек А я правильно понял Что Анатолий Анисимов Делит с Чакулаевым Компанию Анчек Инвест Ну это скорее Чакулаев Делит компанию С Анатолием За каждый рубль Готов удавиться А Толя Толя очень многое Сделал для компании Если бы не он То бизнес Давно бы уже рухнул Вы знаете Я на самом деле рада Что так произошло То ли он еще поднимется Тем более Что у него теперь есть я Светлана Это правда Что Чакулаев Владеет редкой коллекции Под названием Черная вдова Да Он давно ее купил Много лет назад Но просто никому Ее не показывал Боялся что украдут? Нет Дело не в этом У коллекции Черная вдова Очень плохая репутация По легенде считается Что она приносит Горе своим владельцам И вот Чакулаев решил Что если он Не будет никому Показывать эту коллекцию То его Это проклятие Не коснется Нет Это конечно Глупость Я во все это Не верю Но Мой бывший муж Оказался Суеверным Хотя как видите Его это не спасло И Жену потерял И партнера по бизнесу А расскажите мне Пожалуйста О Матвее и Клюве А кто это? Это личный водитель Вашего мужа Ну У Чакулаева Столько сотрудников Всех и не упомнишь Тем более Каков-то водитель Да, Леня Что, нашли? А где? Где? У перекупщиков Отлично А я сейчас Подъеду Подожди Надо Максимилиана Предупредить А уже Ну ладно Давай пока Продолжение следует... А что это за звук сейчас был? За окном выстрел? Да, наверное, петарду взорвали. А ты куда собралась? Мне Белкин просил подъехать. Они гравюры у перекупщиков нашли. Никуда ты не поедешь. Это может быть опасно. Но мне очень нужно. Я сам все проверю. Саш, не выходи, здесь прохладно. Пойдем, пойдем, пойдем. Надо позвонить в полицию. Они обязаны предоставить тебе охрану. Грекову позвони. Какая охрана? Весь ужас в том, что эта надпись правда. Саша. Вен, я не сугорию. Всех, кого я люблю, погибают или страдают. Я и есть эта черная вдова. Ты мне очень дорог. Если ты тоже, если с тобой что-нибудь случится, я же... Я... Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ничего со мной не случится. Я сам могу за себя постоять. Из-за тебя тоже. Со мной все будет хорошо. Я тебе обещаю. Черт. Ну, тогда мне надо ехать. Ты неисправима. Нет, ну так невозможно работать. Ну, это утопия. Максимилиан, я прошу вас, давайте вот не будем заламывать руки и вот это все. Я понимаю, у каждого своя специфика. Ну, иногда, ну, необходимо подстраиваться под обстоятельства. Послушайте, я вам говорю, я дипломированный искусствовед, я не шарлатан какой-то. Для работы мне надо условия, мне надо инструмент. Добрый день. Александра, ну вы хотя бы объясните ему, ну, невозможно сделать анализ гравюр в такой обстановке. Ну, это нонсенс. Да, наверное. Вы правы, Максимилиан. Я, кстати, как-то раз пыталась объяснить товарищу майору специфику работы искусствоведов, реставраторов. Но это, по-моему, бесполезно. Александра Николаевна, вы же даже не взглянули на гравюр. Почему я посмотрела? Просто я согласна с Максимилианом, что подробно рассматривать их бесполезно. Хорошо, Максимилиан, хорошо. Я позволю вам забрать гравюру для анализа. Но только одно. Замечу, это не вы мне делаете одолжение, это я вам делаю одолжение, потому что согласился помочь. Хорошо, хорошо. И все-таки я прошу вас, взгляните на гравюры и дайте, ну, предварительную оценку. Общую. Давайте сделаем скидку на то, что вы оцениваете их в кабинете отдела полиции. Ну, хорошо. Не будем считать мое мнение окончательным. Я уверен, что это подделки. Но какого качества? Высший пилотаж. Я давно такого не видел. Вероятно, в нашем городе появился специалист высокого класса. Обязательно так пугать? А что с тобой? Чего ты боишься? Да тут любой испугается. А ты что, за мной следил? В машину сядь, пожалуйста. Ну, а что мне остается? На звонки не отвечаешь, от встреч отказываешься. У меня очень много работы, я жутко устаю. Ты была на квартире у Лукьянова незадолго до его гибели. И не надо сейчас отпираться. Я хочу знать, что ты там делала и почему скрыл этот факт от меня. Он был моим учителем. Мы сто лет не виделись. Он винил меня в смерти Ивана, поэтому мы не общались. А почему ты пошла к нему именно сейчас? Потому что вся эта история с Черной вдовой напомнила мне про Ивана. Я подумала, что надо как-то поговорить с Борисом Андреевичем. Помириться, налазить в мосты. Жизнь такая хрупкая, неизвестно, что завтра будет. Саша, я слишком хорошо тебя знаю. С тобой что-то происходит. Что Лукьянов тебе сказал по поводу вдовой? Почему ты мне ничего не рассказываешь? Тебе кто-то угрожает? Андрей, не нагнетай. Что не нагнетай? Я беспокоюсь за тебя, за Анюту. Я прекрасно осознаю свою ответственность. Она и моя дочь тоже. Все в порядке. Все хорошо, правда. Просто не хотела тебя лишний раз дергать. Лучше дергай. Лежь. А я сегодня немножко побыл Александрой Корзухиной. Это как? Это вот так. Я взял твой анализатор и проанализировал вот эту самую надпись в подъезде. Абсолютно ничего, Саша, интересного. Крахмал, щевой краситель и сироп. Такой состав используется для розыгрышей. Ну или в кино. Это имитация крови. Так что это чья-то идиотская шутка. Саша, ну я серьезно, тебе не о чем беспокоиться. Я не из-за краски. Из-за Ирдели тоже не надо беспокоиться. Я связался с его лечащим врачом. Я тебе сейчас кое-что скажу, только обещай, что не будешь ругаться. Хорошо. Я постараюсь. Это я подделываю гравюры «Черные вдовы». Я запуталась окончательно. Я даже никому ничего рассказать не могу. Они следят за мной. Даже сейчас, когда я тебе говорю, мне кажется, что со мной послушивают. И с тобой потом что-то случится. Я же... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Образ хотел помочь учителю. Я совершенно не знаю, что теперь делать. Успокойся. Успокойся. Молодец, что поделилась. Так, пойдем. Пойдем, пойдем. Я думала, если это самое знаешь, какой-то кошмар. Смотреть, как из-за тебя страдают другие люди. А Лукьянова убили, рыдали, избили. А дальше что? Ты? Дальше. Будем разбираться вместе. Да? А? Да. Так. Надо узнать, кто твои заказчики. Что ты о них знаешь? Да в том-то и дело, что ничего. Они вышли на меня через Лукьянова. Но он тоже не знал, кто они. Ну, а коллекция? Ниточка откуда тянется? Лукьянов сказал, что он узнал о коллекции от одной пожилой дамы, Натальи Игнатьевой. Ну, значит, надо найти эту Наталью Игнатьеву. Как? За мной следят за каждым шагом. Ну, значит, я буду искать. Да? Например, вот в электронной базе поликлиника. Она же пожилая женщина. Значит, ходит по врачам. Да? Окей. Да. Спасибо. То есть вы считаете, что водитель минивэна как-то связан с делом Черной Вдовы? Связь есть. Только какая именно, я пока не понимаю. Ну, смотри, этот Клюев арендовал минивэн. Раньше он работал в личном водителе Мучикулаева. Так. Этот минивэн куда-то отвозил Корзухину. Я боюсь, что она вляпалась в это дело и мутит что-то параллельно. Ну, а вы не пытались у нее напрямую спросить? Ты Корзухину хорошо помнишь? Попробуй что-нибудь у нее напрямую спроси. Ну, да. У Александры Николаевны характер. Она до сих пор в позе перед Захаровым. Особого рвения не проявляет. Ну, тут я ее хорошо понимаю. Мне этот Захаров самому не нравится. Скользкий он какой-то. Делает вид, что все знает, всем занимается. А по факту пыль в глаза. Поэтому, Леня, нам с тобой нужно землю рыть самим. И чем быстрее, тем лучше, пока Корзухин дров не долопал. Ага. Что там по новому трупу? По Виноградову? Угу. Ничего. Осмотрели квартиру, не намека на его интерес к искусству. Большими деньгами не избалован. Ты же говорила, у него машина дорогая. А вот это странно. Откуда? А где сейчас находится в автомобиле Виноградов? Я бы осмотрел. Вера Николаевна, можно? Хочу сегодня все приготовить, чтобы завтра с утра не бегать. Хорошо. С ФБ вашим все в порядке. Оформили его как родственника. Да, я знаю, мне уже сказали. Спасибо большое. Жена у него такая энергичная. Прекрасно выглядит в своем возрасте. Современная. Ой, Альбина, у нас что надо. И муж ваш мне очень понравился. Приятный. Не думала, что он такой высокий. Просто гигант. Еле поместился в коридоре. Мы с ним немного поболтали. Он рассказал мне про ваш отпуск. Что рассказал? Что вы наконец-то определились с отелем. Ага. А экспертиза пальчиков с машины пришла уже? Да, там ничего нет. А навигацию смотрели? Да, там тоже голяк. Все подчистили. А корневой каталог? Вот об этом я не подумал. Там могло что-то остаться. Андрей Алексеевич. Вот этот адрес повторяется несколько раз. Да. Где же его уже видел? Анчек, стройгрупп. Чакулаев. Да, красавец. Значит так, нужно поделиться этой информацией с твоим нынешним начальником. Может, тогда у него в голове что-то зашевелится. Да, Андрей Васильевич, давайте мы уже с вами дело раскроем и на стол Валерию Федоровичу. Он тогда Захарова уберет, а вас восстановит. Нельзя расследовать самостоятельно в обход назначенных лиц. Это нехорошо. Давайте так. Да. Завтра поедем в стройгруппу. Если что-то узнаем, обязательно сообщим Захарову. Договорились. Валим, пока не запалей. Так точно. Да, я тебе помогу. Все, Докуя. Спасибо. Александра не смогла приехать. Ну да. Всегда есть что-то поважнее близких людей. Да, у нее сложное расследование. У нее простых никогда и не было, сколько я помню. Можете ее не оправдывать, Виталий. Мы уже свои выводы сделали. Ей действительно очень нелегко, Альбина Витальевна. Она вся на нервах. Помимо расследований, есть еще одна история. А что случилось? Нам шлют идиотские записки. Искусственной кровью оставляют послание в подъезде. Подбрасывают рисунки. И все это якобы от Ильи. От Ильи? Господи, какое кощунство. Зачем? Кто это делает? Не знаю. И мы пока не разобрались. Одно ясно, что человек, который это делает, хорошо знал Илью. Его привычки. Какой-то дешевый фарс. Пошлая театральность. Кажется, у меня есть версия. Ольга. Да? Ты считаешь, она способна на такое? Она никогда не сможет простить Александре. Ильюша. Да, добрый день. Игнатьевна Наталья Алексеевна. Я вам звоню от Лукьянова. Я хотел поговорить по поводу коллекции. А, извините, я ошибся. Да, ошибся. Шелки-палки. Да, здравствуйте. Дом престарелых? Добрый день. Скажите, пожалуйста, среди ваших пациентов, вернее, постояльцев, есть Игнатьева Наталья Алексеевна? Очень хорошо, что вы пришли. А то я все одна да одна поговорю не с кем. Наталья Алексеевна, вы не возражаете, если я буду записывать наш разговор? Если вам это для чего-то нужно, пожалуйста, у меня нет секрета. Благодарю. Как я уже говорил, я работаю над копиями. Какими копиями? Черной вдовы. Поэтому меня интересует все, что касается этой коллекции. Так ведь я ее уже продала. Это я в курсе. А как давно? Очень давно. Один бизнесмен купил. Больно уж любил тратить деньги на искусство. Если честно, я хотела бы скорее избавиться от нее. Почему же? Я ведь из-за нее, проклятой, все потеряла. Все. Семью, здоровье, достаток. То есть вы считаете, что коллекция проклята? Безусловно. Она несет в себе страх, смерть, потери. Ее нельзя предъявлять миру. Даже так? Именно. И это не шутки. Посмотрите на меня. Все, кто будут соприкасаться с ней, столкнуться со страшным, черная вдова заберет всех. Как-то жутковато. Да. Но это правда. Наталья Алексеевна, а вы помните фамилию того бизнесмена, которому продали коллекцию? Это вы многого от меня хотите. Фамилия такая редкая. Черт. Черт. Чекулаев. Ембор, в чем дело? Мои юристы до сих пор не получили документы от банка. Владимир Петрович, извините, но из-за сложившихся обстоятельств банк не сможет провести с вами сделку. Что значит не можем? Какие обстоятельства? Я перезвоню. Но мы не закончили. Добрый день, Владимир Петрович. У нас к вам появилось несколько вопросов. Что еще? Насколько хорошо вы знакомы с Даниилом Виноградовым? Это мой помощник. В чем дело? Вы в курсе, что он убит? Убит? Угу. Когда вы последний раз видели Виноградова и чем конкретно он занимался? Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, тем более без своего адвоката. Все, прямо кончено. Вы уверены, что хотите официального допроса? Я думаю, мы побеседуем с вами лично, в приватной обстановке. Расскажете о коллекции «Черная вдова». Светлана кое-чем поделилась. Хотелось бы услышать от вас лично. Светлана кое-чем поделилась. Светлана кое-чем поделилась. Ну, от этой стерва хорошего не жди. Да, несколько лет назад я приобрел коллекцию «Черная вдова», но не хотел никому об этом сообщать. Имею на это полное право. А где сейчас коллекция? В том, что не знаю. Не надо на меня так смотреть. А вдова исчезну. И почему вы не сообщили о пропаже? Я готовил под нее залоговую сделку, чтобы получить кредит. Мне надо спасти завод, на который раскатал бум и бывший компаньон. А коллекция как раз занималась виноградом. Я заказал одному художнику сделать копии, перед тем, как официально заявить о ней. Так делают. Копии выставляются, а оригиналы лежат в банковских сейфах. А фамилия художника-копииста Маренков? Я не помню. Похоже. Винограду фотофотографировал ему оригинал для работы, а потом забирал обратно. Где теперь грабил, я не знаю. Владимир Петрович, вам придется проехать с нами. Маренков мертв, но кто-то продолжает изготавливать подделки. И нам необходимо, чтобы вы на них взглянули. Только в присутствии моего адвоката. Смотри! А? Давай, давай! Давай! Ну, здорово! Да, мне понравилось. Да? Еще хочешь? Давай! Алло! Денис! Добрый день! Я хотел бы встретиться с вами, пообщаться. Возможно, смогу предложить вам работу. не понял. Я нашел владельца коллекции Черная Вдова. Знакомьтесь, Владимир Чипылаев. Сейчас сюда приедет его адвокат. Ну, знаете, это уже из ряда вон. Это он? Да, это Илья. Отчего он умер? Долгая неприятная история. Его убили. Молодой совсем. Примерно вашего возраста. Ну, да. Они с Александрой очень любили друг друга. Ужасно все это. Надеюсь, теперь вы понимаете, во что вы влезли и кого согласились играть. Послушайте, Денис, вам же самому неприятно тратить свой талант на подобное. Или я ошибаюсь? Поймите, эту женщину я очень люблю. Вы правы. Мерзейшая история вышла. Я дурак. То, во что вас втравили, называется сталкинг. Не верите мне, почитайте Уголовный кодекс. Статья 118-137-138. Кто попросил вас изображать Ильину? Ольга Романовская. Да, это копии работы с коллекцией Черной Вдовы. Но здесь не все. А сколько их все? Семь. И где вы их хранили? В старинном альбоме с кожаным переплетом и небольшим замком. А у замка есть какой-нибудь ключ или код? Он закрывался стилетом. Потрясающей красоты, кстати, стилетом. Ручная работа. У вас случайно нет фотографий альбома? Я не имею привычки носить фотографии всех произведений искусств, которые мне дороги. Может, в телефоне? Мало ли. Секундочку. На ваше счастье есть. Стилет трехгранный? Да. Что? Кажется, им зарезали искусственного вида. Так. Теперь вы мне мокруху будете шить. Я в этом деле потерпевшим. Прошу занести это в протокол. Это вам. От Ильи. Ну что же вы, не рады? Уходите. Я еще не закончил. Что вам нужно? Хочу понять, что вами движет. Человека давно нет в живых. Делить некого. А вы все никак не угомонитесь. За девушку за свою переживаете? Как вы правильно заметили, как вы правильно заметили, человека нет в живых. Я потеряла мужа. Я потеряла ребенка. Это все из-за нее. Вам нужны еще какие-то причины? Вы замечали, что люди, склонные винить других в своих бедах, никогда не бывают счастливы? Не вам. Вам не судить. А я смотрю, вы девушку свою плохо знаете. Да ведь она годновата в смерти Ильи. Я бы на вашем месте задумалась бы о своей судьбе. Вы бегите. Бегите, пока можете убежать. Хватит. Прекратите ваши дурацкие игры и оставьте Александру в покое. Не дождетесь. Тогда я заявлю на вас в полицию за преследование. За решетку хотите? Товарищ майор, вас можно поздравить? С чем, Лень? Восстановление в должности рядового сотрудника это понижение для меня. Быстро живой. Ну, это временные меры. Скоро все будет, как раньше, сто процентов. Даже не представляю, как у Захарова подгорает. До сих пор, наверное, с себя прийти не может. Так, все, давай к делу. Что у нас есть? Значит, Виноградова по фотографии узнал художник Румянцев. Тот, у которого убитый Маренков увел заказ? Ну, да. Получается, Виноградов действительно занимался организацией работ с копиями. Так, у Чекулаева огромные финансовые проблемы. Коллекция стоит несколько миллионов долларов. Да, такая сумма ему бы не помешала. Чекулаев решает заложить коллекцию, чтобы спасти завод. Но неожиданно его помощник Виноградов исчезает вместе с Черной вдовой. А что, Виноградов решил обмануть босса и вместо подлинника подсунул копии? Чекулаев об этом узнал и убил Виноградова. А Лукьянову Маренкову он тогда за что убил? Да, Паранов. А вот это уже интересно. Андрей Васильевич, в сети появился еще один продавец, который торгует работами из коллекции Черной вдовы. Я уверен, он тоже подделками торгует. но вам с Барановым необходимо его проверить. Понял. И не забудьте об этом Захарову доложить. Господин Чекулаев, господин Чекулаев, нам надо поговорить. В сторону, все разговоры по записи. Я знаю, где ваши коллеги Черной вдовы. Проходите. Максимилия, на что вы скажете о копиях? работа, работа, можно сказать, ювелирная. Сразу видно, разбирающийся человек создавал. Но есть одна деталька. Если бы не она, я бы сразу сам подумал, что это подлинник. Бумага. Да, бумага. Кто-то очень ловко научился изготавливать ее по средневековой технологии. Так, поподробнее. Захар выдал мне один экземпляр. Я его тщательно изучил и могу сказать следующее. Копии изготавливаются путем перемалывания автор сырья с добавлением хлопка и льна. Затем формируются листы, тщательно высушиваются. Но главное, для автор сырья покупается действительно старинная бумага нужного периода. Нигде взять такую бумагу. Хороший вопрос. Тут мы переходим к самому главному. Бумага – это, скорее всего, старинные письма и рисунки. Тот, кто делает копии, должен сначала вывести из них краску. Но микрочастицы краски между волокнами все равно остаются. До конца ее смыться невозможно. И? И наносится оттиск, копирующий изображения с оригинальных образцов коллекции. Где взять такую бумагу для вторсырья? Ну, существует узкий круг людей. Ну, хорошо. Хорошо. Я дам вам список магазинов и частных коллекционеров, у которых можно такое поспрашивать. КОНЕЦ 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 необходимо, чтобы вы подтвердили подлинность еще одних работ, которые вас попросят оценить в полиции. Послушайте, я так больше не могу. Мы с вами договаривались, что я изготовлю копии и все. Вы требуете невозможного. А если так? Теперь вы понимаете, что мне лучше не отказывать в просьбе. Хорошо. Я могу заявить о подлинности, но у меня есть напарник, Максимилиан. Он же сразу заметит поделку. Об этом не беспокойтесь. Мне важно именно ваше согласие. Когда вы отпустите, Виталия? Алло? Алло? Извини, что поздно. я подумала, ты еще не спишь. Да, конечно. Проходи. Я тут размышляла. в общем, большая глупость, что мы с тобой так. Надо мириться. Все-таки родные люди. и потом я не знала про Ольгу и эту историю с Ильей. Что? Что, разве Милюхин тебе не рассказал? Это Ольга наняла актера, чтобы он изображал Илью. О, Господи. Короче говоря, ты извини, если я что-то не так сказала или подумала. Главное, что теперь ты можешь расслабиться. Тебе никто и ничто не угрожает. Все не так, Альбинчик. Все гораздо хуже. Послушай меня, пожалуйста. Мне очень нужна твоя помощь. Руки за голову, полиция! Плывай! Все, я поехала. Действуя как договорились? Разумеется. Береги Анюту. Не волнуйся, все будет хорошо. Максим Илья. Давай, Коленька. А что за курсы, Вера? Что вы там повышать будете? Квалификацию. Какую именно? Профессиональную. А жизнь где больше? Давай, Куречка. В гостинице, Андрюш. Как называется? Андрей, что за допрос? Я раньше всегда думал, что ты врать не умеешь. Коленька, собери паровозик в садик. Иди, возьми еще другие вагончики. У меня есть другой мужчина. Давно? Несколько месяцев. Что делать будем? Я хочу к нему уйти. Иди. Сын, я тебе не отдам. Коленька, все собрал? Поехали. Родненький. Иди сюда. Ты не сможешь с ребенком. Тебя никогда нет дома. Андрей! Мам, что случилось? Что за дела? Это ты рассказала отцу про маму? Ты обалдел, что ли? Да не ври, я знаю, что ты ее осуждаешь. Что за пред? Если ты мне не доверяешь, нахрена ты со мной живешь? Я не совсем идиотка семью твою разрушать. Перекупщик, конечно, клялся, что гравюры настоящие, но как-то сомнительно. Белкин, а ты уже стал специалистом в области искусства? Ну, профессиональную оценку, конечно, не проведу, но после стольких дел. Добрый день. Здравствуйте, Александра Николаевна. А мы вас заждались. А, извините, работала весь день. Вот, ждем вашего экспертного мнения. А, где Максимилиан? Он в этом деле гуру. Просто гравюра, это не мой профиль. А я ему весь день дозвониться не могу. Надо разобраться, что там с ним. А. помню ее. Купила средневековую книгу на латинском языке 1482 года. Понятно. Лень, у меня к тебе дело. Строго конфиденциальное? Сейчас не очень удобно, я потом объясню. Да. Извините, девушка звонила, там срочно. Белкин, вся личная жизнь у следователя должна быть после работы. Александра Николаевна, давайте все-таки начнем. Время уже. Да. Давайте. Максимилиан мертв. Ребята звонили из дежурки. Заколот возле собственного дома. Сереж, я рассказала все Андрею. Он не отдаст мне Коленьку. Вы хоть понимаете, насколько нам опасно встречаться? Что за срочность? Я так больше не могу, значит, Лан не работает. Спокойно. Да, я все равно. Сколько можно скрываться и потакать преступником, а вы хоть понимаете, что убиты близкие мне люди? Я уже пошла на должностное преступление. Согласилась подтвердить подлинность гравюр. И что? Мы Ксимилиана зарезали. Мой муж вообще непонятно где. Я даже не знаю, жив он или... прекратите истерику. Иначе я расторгну наш договор. Возьмите себя в руки и ждите. Нужно время. Пока мы ждем, убивают людей. Чем мы лучше убить? Надо действовать и срочно. Андрей Васильевич, все как просили. Вот распечатка звонков Корзухиной. много с номеров однодневок. Все входящие. Откуда столько входящих? Товарищ майор, мне сложно вам помогать, когда вы темните. Я хочу знать, что происходит. Ну, в конце концов, я ваш товарищ, друг. Друг мой. Я думаю, Саша Александра Николаевна имеет отношение ко всем этим убийствам. Моя версия такова. Чакулаев, спасая завод, решил подзаработать. В качестве залога он решил подбросить банку поддельную черную вдову. Чтобы и завод, и коллекция остались при нем? Я думаю, да. Чакулаев вышел на Лукьянова, а тот, в свою очередь, предложил ему своего ученика Маренкова. Ну, зачем Чакулаеву их убивать? Они же могли сделать копии. Я не знаю, Возможно, они что-то пронюхали, и Чакулаев решил от них избавиться. Но прежде чем убить, Лукьянова, он через него вышел на Сашу. И она так сразу на все это согласилась? Ну, как-то странно, не похоже на нее. Знаешь, Лень, когда припугнут близким, еще не так запоешь. А что делать? Я думаю, нужно поговорить с бывшим компаньоном Чакулаева, Ани Симонев. А вас, Андрей, я так понимаю, интересует Чакулаев. Ну, мне и сказать-то о нем нечего. Все связи разорваны, а финансовые вопросы практически все решены. А завод? Ну, а что завод? Чакулаев отказался его продавать, хотя завод сегодня убыточный, носится с ним, как с ребенком. Ну, это понятно. Первый проект, первые деньги, и бросить жалко, нести тяжело. Вообще, с ним сложно, сложно вести бизнес. А что можете рассказать о его коллекции? Вы про черную вдову. Да он с ума по ней сходит. Она ему дороже даже бизнес. Готов был отказаться от выгодного вложения, если выпадала возможность приобрести очередную гравюру. помешанную. Извините, мне пора. Спасибо. Хочу предупредить. Вас могут вызвать на беседу. В отдел. Ты без проблем. Нам скрывать нечего. Вот и отлично. До свидания. Надеюсь, теперь ему мало не покажется. Да ничего мы не знали. Мы просто посредники. С нами связались. Попросили продать. Вот и все. Сказали очень ценное коллекции. Кто связался? Как зовут? Номер телефона. Товарищ мою, можно у вас есть новости? я показал гравюры новому эксперту. Да. Он утверждает, что это подлинники. Прекрасно. Вот это уже что-то. Ну что, пацаны, теперь вам не отвертеться. Гравюры-то краденые. Реальные, подлинники. А за это уже срок. погодите, какие краденые? Мы ж не знали, какой срок, за что. Ну да, не знали они, как дети малые. Где и как связался с вами этот человек? ну вот, короче, здесь это было. о, привет, сынок. Я тебе заказал кое-что. На мой взгляд, самоаппетитное. Спасибо, бать. Как ты, Мордель? Звоню, звони. Не на кого не дозвоню. Снег. Да вроде нормально все. Выписали. Работает уже? Ну, сегодня в институте я его не видел. Кажется. А что? Не, ничего. Я просто узнать, как дела. Ну, а у тебя что случилось? Что вдруг за секретность? Пап, я хочу узнать, вы с мамой собираетесь разводиться? Что за ерунда? Ну, пап, не темни. Я не идиот. Все знаю. Что за дела? кризис отношений, сынок. У взрослых так бывает. Это просто период, и его надо переждать. Это тебе Доминик что-то наплела, да? ты здесь при чем? Кстати, я давно хотел тебе сказать. Отличный выбор. У тебя замечательная девушка. Береги ее. здравия желаю. Майор Захаров. Подтвердили. Понял. Отбой. Ну что, пазл сложился. В базе подтвердили отпечатки Корзухиной. Я поехал оформлять ордер на ее арест. Да, Белкин, оставайся тут, проконтролируй все до конца работы. Закончишь и сразу догоняй. Андрей Васильевич, да, вы были правы насчет Александра Николаевны. Тут кое-что выяснилось. Ее отпечатки по всей мастерской, где изготавливали копии. Да, он поехал оформлять ордер на ее арест. Что? Что-то с мамой случилось? Нет. С мамой все в порядке. Это по работе. Ладно, сынок. Я поехал. Пока. Удачи. Саш, ты дома, открой. Да. Привет. Что случилось? Так, ты должна мне все рассказать. Все как есть, иначе я не смогу тебе помочь. Прости меня, я ничего не знаю. Ты не знаешь, а Захаров все знает. Они нашли мастерскую, в которой ты работал. Там все в твоих отпечатках. И на сетилете твои отпечатки. Ты в тюрьму захотел? Саш, расскажи мне все. Кто эти люди? Они тебе угрожают? Это они из Билерделя? Саш, ты об Анете подумала? У тебя голова на плечах есть? Отвечай. Пока не поздно. Они сказали, что... О! Товарищ майор, а вы уже тут? Пришли на задержание преступницы? Помочь хотите, Андрей Васильевич? Похвально. Корзухина, а вы арестованы. Вас обвиняют в участии в убийствах. Я никого не убивала. Да, и в даче ложных показаний в качестве эксперта. Бил, ну что стоишь? Вадим? Александра Николаевна, пройдемся. Андрей! Виталик пропал. Найди его! Я все решу, не волнуйся. Все-таки хотелось бы как-то понять, товарищ майор. А что вы здесь делаете? Пришли спасти свою любовницу или участвовали в ее делишках? А? По ложному следу, директор майор. Не смеши. Ее отпечатки пальцев на орудие убийства. Это стопроцентное доказательство. Нужно быть полным идиотом, чтобы не понимать, что Корзухину подставили. О, а вот это же оскорбление должностного лица. Под статью захотел? Это я тебе устрою. Белкин, будешь свидетелем. Я пишу докладную на майора Грекова. Не буду. Не понял? И что, не подчинение начальству? Ты в своем уме? А я не собираюсь подчиняться дурацким приказам. И если бы не товарищ майор, мы бы тут до сих пор все сопли жевали. Только благодаря ему дело двинулось. И только Греков может довести его до конца. Вы у меня оба под арест пойдете. И ты, и твой Белкин. Это я вам обещаю. Эльдут, давай понятых и начинайте осмотр. Ну ты выступил, Лянь. Да. Я, если честно, сам от себя не ожидал. Теперь дело кровь из носу придется раскрыть. По-другому никак. Вы серьезно считаете, что Корзухина не виновата? Уверен. Я тоже. И что теперь делать? А как фамилия человека, на которого был арендован мини-ван? К... К... Клюев. Вот в эту сторону и надо двигать. По шуршитам. Скан прав найди. А там фотография. Понял? Хорошо. Я слушаю. Да, я понял. И? Владимир Петрович, мы нашли часть гравюр из вашей коллекции. Да, и еще хорошая новость. У нас есть подозреваемый. Надо, чтобы вы подъехали в отдел. Поэтому меня интересует все, что касается этой коллекции. Нашел Александра Николаевна в компьютере. Я ее уже продала. Это я в курсе. Не лиха, что ли? Очень давно. Не могу разобрать. Точно, я выглянулась. А с кем мы разговаривали? Он любил тратить деньги на искусство. Алло. Здравствуйте. А с доктором Милюхиным можно поговорить? А, понятно. Спасибо. До свидания. Милюхин не вышел на работу. Альбина и Эрдель непонятно где. Их телефоны молчат. С Анютой тоже неясно. Что вообще происходит? Товарищ майор, медсестра ответила из больницы. Какая еще медсестра? Помните, бомжа привозили. Мужчину неопознанного. Он еще потом пропал. Ну? Я этой медсестре на всякий случай отправил фотографию с документов Клюева. И она по этой фотографии определила чувака, который тогда не мог вспомнить, как его зовут. Он мог видеть момент убийства Маренкова. Достань адрес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, вроде здесь? Вроде да. А, наш клиент. Здрасте. Матвей? Клюев? Мы из полиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что, в догонялки решил с нами поиграть? У нас времени нет. Зачем убегал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испугался. Твоя кровь найдена на месте, где убили человека. Сам расскажешь, или тебе допрос с пристрастием устроить? На кого работаешь? На Чакулаева. Навозил я, в основном, Виноградова. Он в последнее время защитил художнику одному ездить. Вот в очередной раз поезд его туда. Они, наверное, решили, что я мертвый. Бросили меня в котлован. Знаешь, что с Виноградовым случилось? Да я тогда вообще ничего не понимал. Не знал. В больницу только стал в себя приходить. Вот там в новостях и услышал, что художника этого убили. Я подумал, что эти парни Виноградова тоже того кокнули. А что из больницы сбежал? Мне надо было срочно увидеть Чакулаева. Поговорить с ним. Поговорил? Да. Я из больницы сразу к нему поехал. все рассказал ему. Он велел затаиться и держать язык за зубами. Не понимаю, почему. Предполагаю, Чакулаев инсценировал похищение коллекции. Чакулаев заключает сделку с банком. Потом у него похищает коллекцию и Чакулаев заявляет, что это форс-мажор. Получает страховку. Оставляет себе и коллекцию, и завод? Да. Непростая птица сердце Чакулаев. Пора его дождать. Уйди. Уйди, я сказал. Владимир Петрович, извините. Пруд набрал лоб. Все нормально. Вы понимаете, сколько статей уже заработали? Убийство, шантаж, похищение. Где моя дочь? Спокойно, Андрей Васильевич. Анечка! Доченька, все в порядке? Тебя никто не обижал? Вашу дочь разве обидишь, Андрей Васильевич? Вся в отца. Кому хочешь, отпор даст. Папа! А Эрдель где? Он спит. Не волнуйся, все у нас хорошо. Если бы не Владимир Петрович, не знаю, что бы мы делали. Мне не нравится чувствовать себя идиотом. присаживайтесь. Все очень просто, Андрей Васильевич. Александре был нужен игрок сильный на ее стороне. Вас она подставлять не хотела. Захаров, ну, тут и говорить нечего. И она обратилась ко мне. Ну, не напрямую, правда, через Милюхина. Вы знали, что Саша копирует вашу коллекцию? Да, она сказала, что делает это по заказу тех, кто убил Маренкова и ее учителя. Когда я узнал, где находится коллекция, я передумал продавать завод Анисимову. Но это же большой риск. Вы готовы были потерять коллекцию, спасая завод? Для меня это не просто завод. Это мое детище. И Анисимов знал это. Он всегда мне завидовал. История со Светланой тоже не просто так. Он наносил мне удар за ударом. Он хотел лишить меня всего. То есть вы знали, что нападение на Клюева, все эти убийства, дел рук Анисимова и молчали? Преступники должны были сами проявиться во всей своей красоте. Анисимов так меня ненавидел и так хотел уничтожить, что уже сам перестал понимать, кому роет яму. И закопал сам себя. Когда слепой ведет другого слепого, они обязательно попадают в яму. Вы понимаете, мне нужна была вся цепочка предателей. Понимаю, понимаю. А вы? А вы понимаете, что пока вы ожидали, убивали людей, а близкие Саше до сих пор под ударом? Ну, а вот поэтому я предложил свою помощь. Я спрятал близких Александра Николаевна у себя. И я не просто выжидал. Я собрал кое-какие доказательства. Все доказательства Чакулаева я передал Валерию Федоровичу. И он разрешил мне закончить дело. Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Саша, где настоящая коллекция? Я не знаю. Но то, что вы взяли у перекупчиков, это поделка. Поверь мне точно. А тех, кто тебе угрожал, описать сможешь? Нет. Я никогда их не видела. Это как? Ты же работала на них. Ну, мне звонили по телефону. Голос один и тот же, мужской. Даже мне удалось записать разговор на свой телефон, но его конфисковали. Ладно. Это я и решу. Андрей, ты Милюхина нашел? Нет. Но найду. Спасибо. Спасибо. И напоминаю вам, Александра Николаевна, вы должны молчать насчет коллекции. Вам ведь дороги ваши близкие? Не так ли? Ну и что? Ваш голос? Нет. С чего вы вообще взяли? Не надо меня впутывать ваши грязные игры, а то мало ли кому в голову придет меня подставить, подделав мой голос на компьютере. У вас все, а то надо собираться. Сегодня еще самолет. Ну, вряд ли вы сегодня куда-либо улетите. Гражданка Игнатьева вам знакома? Нет. Нет? Удивительно. Она вас очень быстро узнала по фотографии. Сказала, что вы приходили, задавали вопросы по поводу черной вдовой, интересовались особенностями сделки с Чоколаевым. А еще мастерская, в которой работал Корзухина, арендована на ваше имя. Мне продолжать? Вот же ж стерва. Еще не хватало из-за нее оказаться за решеткой. А можно подробнее? В общем, это все Светка. Узнала, что Чоколаев с кем-то там закрутила и взбесилась. Подала на развод. Ну, а в ходе развода выяснилось, что по договору она остается ни с чем. Ну, и понеслось. Меня стало охмурять ему назло. Связи свои подняла, чтобы завод оставить без заказов. Инфу, компрометирующую Чоколаева, в банк предоставила. Ну, и мне помогла разделить компанию так, чтобы Чоколаеву достался минимум. С коллекцией ее идеи? Да. Она для этого в качестве помощника и взяла Пронченко. Это бывший телохранитель Чоколаева, а затем и самой Светки. Кстати, большой специалист по стрельбе и силовым упражнениям. Что дальше собирались в коллекции делать? Светка хотела ее вывезти за границу и там продать. Но для этого нужно было подделку Корзухиной выдать за подлинник. Ну, чтобы здесь никто не рыпнулся. А где сейчас подлинник? Пронченко должен привезти вдову в одно место. А я по пути, захватив Светку, быть там через полтора часа. Значит так, поедете на встречу и будете вести себя, как ни в чем не бывало. Понятно? Конечно. Милюхин. Ваших рук дело. Жив. Жив ваш Милюхин. Он там же сидит, где раньше удерживали Виноградова. Он здесь. Все в порядке. Он на месте. Постой. Ты почему на мое имя в мастерскую арендовала? Какое это теперь имеет значение? Подставить меня хотела. Ты идиот. Все на месте? Да, Сергей. Стоять, полиция! Лежать! Стоять! 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 Выходи. Ты серьезно? Нет, я шучу. Спасибо. Да ладно. Чего что? А что с Виталием? Жив твой, Милюхин. Прости меня, пожалуйста, за все это. Я виновата. Все хорошо. Все хорошо. Ну, и кто в итоге оказался заказчиком и организатором убийств? Светлана Чкулая. Она задержана, будет давать показания. Отличная работа, Андрей. Спасибо. Вот и Захаров меня расстроил. Вот был бы номер. Если бы мы подделку черной вдовы выставили как подлинник. Позор. Валерий Федорович. Такие вещи проверять надо. Да, кстати, Андрей. Ты восстановлен в должности. Денис, как хорошо, что ты пришел. Заходи, работа есть. Если опять издеваться над художницей, то я пас. Не поняла? Я все знаю. Про то, что мужа у нее убили, и про дочку, и как она переживала. Вы зачем придумали эту травлю? Совесть не мучает? А про то, что этого мужа она у другой женщины увела, тебе никто не говорил? Про то, что эта женщина ребенка своего потеряла из-за нее, никто не сказал? Про то, что она всю жизнь этой женщине сломала, никто тебе не рассказал? Нельзя судить о ситуации с одной стороны, Денис. Жизнь гораздо сложнее и больнее. А эта женщина вы? Пошел вон. Пошел вон, я сказала! Пошел вон! Пошел вон! Приглашение на банкет от Чекулаева? Оригинально. По какому поводу? Как? Ему удалось сохранить завод? Вот он решил это отметить. Собираешься пойти? Ну да. А что, ты против? Да нет. Просто черная вдова сгорела. Я не понимаю, зачем тебе еще раз видеться с этим человеком. А если я не все рассказала полиции? Ты знаешь, что в машине у Анисимова сгорели подделки? Когда я первый раз увидела коллекцию в секретной комнате, я сразу поняла. Только три гравюры там настоящие, а остальные это копии, которые успел изготовить Маренков. А подлинники где? В сейфе. Они были в сейфе у Чекулаева и Протченко. Не знал об этом, когда схватил виноград 2. Это новости. Мне удалось заменить оригиналы на копии, которые я сама изготовила. А на оригиналы я нанесла защитную смесь и закатала их сверху бумагой из книг и писем, которые купила у пукинистов. Но самая большая проблема была, как их вынести. И я изучила расположение камер и смогла вычислить слепой угол. В этом месте я и заменила оригиналы. То есть под видом образцов ты вынесла оригиналы? Угу. Я убедила заказчикам, что при подборе бумаги в магазинах надо обязательно иметь образец того, к чему ты подбираешь. И передала оригиналы Чекулаеву. Ну а почему ты Грекова об этом не рассказала? Потому что Чекулаев взял на себя безопасность моих близких. А я обещала ему хранить тайну черной вдовы. Угу. Ты ведь уже приняла решение по поводу банкета, да? Угу. Ну тогда я буду где-то неподалеку. Угу. Митька, давай на меня. Вот так вот. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я не понимаю, зачем вам эта перестановка? Ну, для свежести впечатлений. Куренька, ты же не будешь по мне скучать? Будешь. Будешь. Я отдохну и скоро вернусь. Привезу тебе подарок, хорошо? Нет. Ты не опоздаешь? Подарок. Мой сладкий. На все. Пока. Иди сюда. Пока. Доминика где? А. Это мама. Ну, короче, мы решили пожить отдельно. Ну и что ж получается? Чисто мужская компания. Круто. Да. Я хочу в паровозик играть. Да, сейчас будем играть в паровозик. На снежок посмотрим. На машинки. На птичек. Кто там ходит внизу? Мама. Очень рад, что вы пришли отпраздновать мою победу. Спасибо. Ну, как дела с заводом? С заводом все прекрасно. Лучше некуда. Заинтриговал? Да. Меловец. Охотник. Интриган, если хотите. Мне было интересно устроить ловушку и посмотреть, кто в нее угодил. Ловко? Ловко? Ваша ловкость стала людям жизни. Вы вообще не отличаетесь ничем от тех, против кого играли. Согласен. Но такова жизнь. Кто-то теряет, кто-то находит. Хотите посмотреть черного удала? Насладитесь ее. Последний раз. Как? Черная вдова вызвала большой интерес у теневых коллекционеров. И я решил ее продать. Но вы же ей так дорожили. Я дорожил заводом. Буду выводить его на новый уровень. Нужны деньги. Ну и три гравюры пострадали из-за того, что вам пришлось их покрыть вторым слоем. У меня не было другого выхода. Извините. Я вас не виню. Не хотите над ними поработать перед продажей? Нет. Спасибо. Я не работаю на теневых коллекционеров. И на вас я тоже больше не работаю. Это была вынужденная сделка. Все. Больше никаких черных дуг. Завязалось, честно. Саша, а у меня к тебе серьезные предложения. Например? Багажники санки и бублик. Как насчет горки? На! Да! Мама, хочу на горку. Это лучшее предложение за последнее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова